Музыка толстых покорила Рублевку. Джазовый концерт накануне прошел в одном из неприлично дорогих ресторанов. Впрочем, артисты признались, что о деньгах-то они как раз и не думали. Насколько совместимо большое искусство и большие деньги, увидел Михаил Баженов. Дамы блистали, господа привычно отворачивались от камер. Ночью Рублевка, бывший личный кинозал Иосифа Сталина. Вино, фрукты и главное, джаз вокруг. Настолько все устали уже, пусть меня простит шоу-бизнес от попсы, что не было проблем с тем, чтобы пригласить сюда такое количество людей, около 170 человек. Количество и впрямь внушительное для Рублевки, хотя джаз здесь слушают давно, пусть в последнее время и не так часто, как это бывало. Но слушатель привык к звездам без российской прописки. Организаторы концерта потом скажут, Рублевский джем-сейшн – пробный камень. В смысле, понять бы, как элита воспринимает российское. Элита услышала и, кажется, восприняла. Это та вещь, которую мы не знаем, как она начнется, как она продолжится и, в конце концов, чем она закончится вообще с этим времени. Сейчас все поймете. Кстати, сколько стоил билет – в общем, коммерческая тайна, хотя потом продюсеры будут говорить. Сейчас в очереди на сцену, пусть даже не Рублевскую, несколько десятков столичных джазменов ждут этой самой сцены. Кризис же, хотя почему только джазменов? И разве только заработка ради? Джаз и финансы, мне кажется, несовместимы. Джаз изначально – это музыка… Это состояние души. Это состояние, наоборот, какой-то безденежья какого, когда хочется забыться обо всех проблемах. Да, я поп-певец, скажет потом народный артист Александр Панайтов. И что? Если бы я мог петь только про балалайку, меня бы здесь не было, несмотря на такую компанию. И вообще, джаз есть джаз. В России его умеют играть и Рублевки слушать. Кстати, ближе к концу концерта его администраторы начали получать смс из зала с просьбой «Разрешите зрителям подняться на сцену, петь вместе». В смысле, раз уж джемсейшн, так что бы по полной программе. Ответ всем был примерно одинаков. Мы попробуем поговорить с артистами. Договорились ли? Это осталось за кадром. Михаил Бажанов, Дмитрий Тарков, Сергей Роженцев, Виктор Волков. РЕН-ТВ.